Итак, Олег Белов, известный на всю страну как нижегородский детоубийца, сегодня выслушал приговор суда. Напомню, по материалам дела Белов в своей квартире убил и расчленил шестерых своих маленьких детей, беременную жену и мать. Задержали его, когда он направлялся, чтобы убить свою тещу. При задержании он был ранен, но очень быстро оправился. На начавшемся судебном процессе он вел себя странно. Сначала все признавал и рассказывал в жутких подробностях, потом стал все отрицать и говорить, что показания выбили у него под пытками. Но суд счел доказательства вины исчерпывающими. Белов признал свою вину на проверке показаний. Показал на месте, как он совершал преступление. Спонтанно произошла ссора с женой, схватил нож и ударил его на жену. А дальше уже он, видимо, для того, чтобы скрыть совершенные преступления, так как дети видели, начал убивать детей по очереди. Вы думаете о своих детях, Олег? Они все время со мной. Это мои дети. Как о них не думают? И как готовно он с вами к медиа? Это не справедливый приговор. Психиатрическая экспертиза установила, что человек страдает психическим расстройством. Однако это психическое расстройство не исключает меняемости. Он обдумывал все свои действия. После убийства детей он сходил в детский сад, сказал, что он забрал детей в деревню. После убийства матери он зашел к соседке, сказал, что мать забрал с собой. То есть у него достаточно обдуманные действия были все-таки. Энтер глицерина я выпил, мне стало полегче. Пойдемте вас, пожалуйста. Можно ли такой простить? Вы сами подумайте. Представьте себе, единственная дочь, красавица, умница. И шестеро прекрасных детей. Можно простить? Кстати, в отношении сотрудников полиции Нижегородского района, к которым погибшая Юлия Зайцева неоднократно обращалась за помощью и сообщала, что муж угрожает ее убить, возбуждено отдельное уголовное дело по обвинению в халатности. Такое же уголовное дело возбуждено и в отношении сотрудников администрации Нижегородского района, к которым погибшая также не раз обращалась за помощью. Субтитры создавал DimaTorzok